Итак, ребята, вот здесь в 43-м видео, обзор нескольких уроков, мы создавали с вами форму, форму из класса. Там все просто, но понимания пока нет. Почему нам надо порыться с формами, хорошо поработать в Jupyter и понять все основные вещи, чтобы вы могли спокойно шагать. Но перед этим все-таки я решил еще несколько уроков написать, следующих, прежде чем перейти к формам. Ах да, люди могут новые смотреть, ребята, мы пишем социальную сеть на Жанго, сложный сайт. В этом разделе посмотрите первое видео, там показан какой сайт, остальные все уроки там до 41-го бесплатные. Ну и дальше присоединяйтесь, дальше обзоры, идем по урокам. Так, поехали, сейчас расскажу, что сейчас делал. Это мы уже вторую часть пишем. Так, здесь мы формы это сделали. Сейчас несколько уроков. Мы сделали, чтобы поработали. Начали работать с сигналами. Сейчас, секунду. Вот отсюда мы начали. По сути дела нам надо было достичь автозаполнения слаг. Все правильно, мы это все сделали при помощи метода супер сначала, но метода сейв, да, стандартная из логифай функции. Но потом я решил еще зацепить сигналы. Сигналы мы будем работать позже. Поэтому надо было разобрать сейчас, что такое сигналы, как они работают, зачем, из чего состоят, какие бывают. В общем, в принципе, все это разобрали, да. И потом написали уже первый сигнал. С одной стороны, вначале у нас, вначале мы написали просто при обычной функции сейв, а теперь мы переписали на сигнал. Зачем я это сделал? По сути дела, может быть, излишен здесь был сигнал. Но я преследовал немножко другие цели. Во-первых, дальше мы продолжаем работать с документацией. Во-вторых, если уж мы все равно будем применять сигналы чуть попозже, то есть для профиля, то я бы, как это правильно сказать, я решил, что будет правильнее сейчас разместить у вас в голове эту информацию, чтобы мозг начал над этим работать. Это, скорее всего, будет правильно. Это первое, для чего я это сделал. Второй момент, для чего я это сделал, для того, чтобы вы начали потихонечку смотреть на вопросы по-разному, что решения-то могут быть разные, да. Это второй момент. И еще, что мы зацепили, это перевод кириллицы в латиницу. То есть, иными словами, на самом деле, может, я что-то не знаю, да, по старинке, слогифай вообще-то не умела раньше. И сейчас, как я понял, не умеет. Кириллицу в латиницу преобразовать. Так вот, мы разбирались, как это сделать. И у нас все получилось. Я рассказал несколько вариантов. И, тем не менее, дал домашнее задание вам, чтобы вы еще поискали, ребят, на основе этих вариантов, на основе использования этих функций. Ну, основное, конечно же, это надо было зацепить сигналы. Потому что это важная вещь. Я думаю, вы их полюбите. Просто почему-то новички их очень боятся. Поэтому разобрали очень подробно. Ну, вот, в принципе, все. Ну, а кто хочет заниматься, пожалуйста, все по пути. spb-retout.ru Писать будете, это гадалки не ходи. Все пишут.